Строительную площадку нового здания терминала аэропорта Стригина посетил губернатор Валерий Шанцев. Ставя жесткие сроки строительства, он готов оказать конкретную помощь в решении сложных проблем. Аэропорт, он как и любая другая организация, находится в условиях внешних, под влиянием внешних экономических условий. Соответственно, в декабре мы имели проблемы с получением нескольких траншей кредитного финансирования. После вмешательства губернатора эти проблемы сняты. Сейчас все финансируется без проблем. Больших строек в регионе предостаточно. Это и физкультурно-оздоровительные комплексы, и стадион на Стрелке, и второй Борский мост. Новое здание аэропорта тоже по праву можно считать масштабным инфраструктурным объектом, воздушными воротами Нижнего Новгорода. Валерий Шанцев не в первый раз наблюдает за работой строителей. В предыдущем мое посещение договаривались, что будет в первом полугодии смонтирован каркас, кровля, и начаты будут работы по отделке, монтажу технологического оборудования. Строители работают на совесть, при этом идут с опережением графика. Изначально планировалось, что только один каркас будет смонтирован в конце первого месяца лета. Глава региона остался доволен ходом работ на объекте. Каркас построен полностью, крыша готова на 99% и уже готов проект внутренней отделки помещения, работы по которому начнутся уже в июне этого года. Вот так в итоге будет выглядеть аэропорт в Стригино. В новом здании предусмотрены 4 телескопических трапа, 19 стоек регистрации и просторная зона ожидания с кафе и магазинами. Возле аэропорта будет стоянка для автомобилей на 800 мест, гостиница, торгово-развлекательный центр и комплекс офисных зданий. Это совершенно другие условия и в 3,5 раза увеличивается площадь терминала. Мы получаем возможность обслуживать 800 пассажиров в час, это полтора миллиона пассажиров в год. Нижегородцы подтвердили, что строящийся новый терминал необходим как воздух. Это не только вопрос комфорта и безопасности, но и престижа всей Нижегородской области. Я хочу, чтобы он был очень большой, чтобы приезжали люди со всего мира и из других стран, посещали нашу Россию, увидели все. Хочу, чтобы ездили и я хочу полетать, прям жду. Ждать осталось недолго, первую очередь терминала откроют уже в декабре.